МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для работы вам понадобится органза зеленого и фиолетового цветов. Отрежьте 10 лоскутков ткани длиной 5 сантиметров. После того, как отрезали, необходимо опалить с двух сторон при помощи зажигалки края и завернуть их. Уголочки заворачиваем. Берем пинцетик, зажимаем. Чтобы уголок сохранил форму, подполите края лепестков. Далее проделайте ту же операцию с другой стороной. Когда мы сделали лепестки для нашего цветка, что мы делаем теперь? Так как мы будем делать розу, нам необходимо сформировать сердцевинку. Для этого я выбираю самый большой лепесток, который получился. Беру пинцет и начинаю закручивать. Теперь берем клей-пистолет и наклеиваем. Получается вот такая сердцевинка. Правда, похоже на бутон. Сейчас вокруг этой сердцевинки будем формировать цветок. Начинаем приклеивать наши лепестки по кругу сердцевинки. Роза почти готова. Осталось только листочки сделать, верно? Да. Так, что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится зеленая лента. 4 сантиметра мы ее берем. Отрезочек отрезаем. 4 сантиметра ленты. Сколько мы отрезаем их? Ну, можно 3-4. Формируем, вырезаем из ленты листочек. Срезаем уголки. Срезали уголки и получается вот такая заготовочка. Ну, нужно подпалить края. Да, сейчас нам необходимо взять зажигалку и подпалить края. То есть сформировать листочек. Для придания естественности не забудьте сделать прожилки у листочка. Для этого сложите заготовку пополам и слегка обдайте огнем линию сгиба. Теперь берем наши листочки и приклеиваем к бутону. Да. Нам осталось приклеить последний листик. Это тот, который делала я. Давайте попробуем. Вот у нас получились такие красивые розочки. Анна, скажите, а где можно применить такие украшения? Такими цветами можно украсить свою прическу. Если их сделать из белого цвета, белой органзы, можно украсить прическу невесты. Уважаемые модницы, помните, настоящая красота, она в деталях. Будьте оригинальными и смотрите «Утро на Енисеи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова